всем привет это вторая часть моей одиночной рыбалки на двое суток в первой части вы могли видеть как я таскал сазанчиков пару сходов было тоже таких нормальных но в этой части мы продолжим ссылку на первую часть вы найдете под видео в описании здесь я уже иду зная что у меня здесь есть поклевка все на одну закидушку он размотала пойдем смотреть кто там есть так тащил далеко тащил очень далеко возможно опять под корягу болен ничего себе надо фрикциончик чуть под отпустить ух ты блин хорошо как сопротивляется ну это сазанчик о такой нормальненький жирненький с икрой видимо я все забрызгал мне на успокойся ты так все отцепился вот такой вот о какой красавец ну такой уже нормальный нормальный экземплярчик конечно не крупный никак хотелось бы поймать наконец-то ну неплохо вот такой вот этого мы конечно же отпускаем даже без разговоров ну будем делать перезаброс тогда все полностью перебросим кстати вчера намного лучше клев был в то же самое время в принципе клевала намного интереснее сегодня клев послабже но я не пойму почему погода в принципе такая же один в один также ветер дует может быть чуть посильнее чем вчера но клев заметно слаб же посмотрим сейчас как раз вечереет солнце сейчас будет садиться посмотрим может быть как раз и клев лучше начнется в общем будет видно сейчас перезаброшу разок и потом уже перед сном буду перезабрасывать принципе уже вечер клев должен начаться но клюет не особо быстрее то вот как да вот Опа, на дальней закидушке. Наконец-то поклёвка. Не зря я её туда поставил. Я знаю, что там место интересное. Нормально там кто-то тянет. Сейчас будем смотреть. Так, ну здесь тоже коряжник ещё тот. Блин. Это наконец-то кто-то нормальный. Либо это... Нет, это всё-таки с корягами связано опять. Это натяжение сильное. Но, блин... Рыба не чувствуется. Непонятно, сошёл, нет. Ну вот здесь полностью все берега вот такие в сваленных деревьях. Берег размывает. Деревья постепенно падают, падают. И здесь всё дно вот так в коряжнике. Вот он затащил. Кстати, у этой катушки не очень фрикцион хороший. И очень тяжело разматывается. И вот то, что он так далеко утащил, видимо там нормальный экземпляр был. Ну, вроде бы всё, не чувствуется никакого натяжения. Ну и плюс зацепка. В общем, там оборвал я леска. Там не особо толстая стояла. На той закидушке. Но, по всей видимости, рыба была хорошая. Говорю, единственное, немного я не успел. Если бы я пораньше там оказался, пошёл проверять закидушки, он бы так не утащил далеко. Ничего страшного. Конечно, пришлось подождать сегодня. Вчера, допустим, намного лучше клёв был. В это время я, в принципе, бегал сюда за поклёвками. Сегодня довольно много просто так просиживаю. Здесь, кстати, кто-то дёргался. Карась, наверное. И просто поклёвывал. Я сейчас пойду ту закидушку, которую там поставил под дерево, туда перенесу, поставлю. Потому что видите, там, блин, я говорю, я там амурчика ловил в том месте. Поэтому стоит туда всё-таки поставить. Вот ежегодно. Вот. О, вот. все закат сейчас еще разок перри заброшу закидушки и все будем ждать если поклевок не будет лягу спать утром придем снимать урожай но если конечно он будет надеюсь те дальние уже перри забросил все смотрите солнце садится не знаю может быть и после заката клюнет и есть там поклевка сейчас хорошо ветер прекратился к вечеру и каждую поклевку слышно весь день ветер был так хотелось бегать проверять так где это вот он он крайний ну давай будь амуром огромную ема уже куда-то утащил вот 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 не кажется каким-то огромным. Такой же, наверное, сазанчик. Нормальный. Так, закидушки пособирает. Блин, не сдаётся. Ну да, это покрупнее будет. Такого можно было бы и домой забрать. Хороший. Обалденный. Вот этот хороший экзонклярчик. Ну-ка не брызгайся. Я решил к вечеру забросить прям под берег. Поближе все забросил прям под берег. Вот результат. Опа. Так. Это надо сразу вытаскивать, а то потом не вытащишь. Ну-ка покажись. О, хороший. Ой, блин, да подожди ты. О, какой. Вот это мясо. Завтра бы с утра бы его поймал, тогда можно было бы его домой забрать. Тоже пузатый такой. Он какой. Хороший сазанчик. Ну ладно, отпущу. Завтра с утра, если поймаешься, я тебя заберу. Еще сил сколько в нем. Пошел дальше гулять. А я думал, я уже здесь всего сазана накормил. Он уже ловиться не будет. Ненормально. Но этот самый такой нормальный экземпляр из всех пойманных за два дня пойдет. В общем, 5 утра. Судя по бубенчикам, были поклевки слабенькие. Карасики. Серьезных поклевок, в общем, не случилось ни за ночь, ни с утра. Сейчас буду перезабрасывать. Фух, еще до рассвета. Ну вот она причина, почему. Так, у меня там поклевка. Я те дальние перезабросил. Что-то там звенит. Уж не знаю, карась, не карась. Пойдем смотреть. Ё-моё, я подсад с собой не взял. Я пришел-то только перезабрасывать. Блин, пойдем смотреть. Без подсадка, а что делать? Так, надо будет сразу перезабрасывать. Блин, дальний. Там сазана, как я, без подсадка. Но надо, блин, все равно, потому что сейчас в корягу утащит, потом вообще не достанешь. Это, конечно, промечу. Не брать подсад. Да, сазанчик, похоже. Только забросил, до тех закидушек дошел. Как-то буду без подсадка сейчас пробовать. Такой же стандартный. О, так тихо. Да, блин. Нормально. Такого можно и без подсадка вытаскивать. О, сазанежка. Давай, плыви. Мелкий. Ну, сегодня я поеду домой, если что-нибудь так покрупнее поймаю, можно будет взять, но не мелкого. Пауки только стемнеет, сразу вот так вот делают себе паутинку и сидят. Мошек собирают. Так, ну-ка, давай слази. Так, ну-ка, давай слази. Продолжение следует... 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 В общем, неплохо я сегодня порыбачил, собрался уже домой, все, выехал на жереха судака. Слишком поздно, конечно, уже пошел, просто с утра долго очень собирался. А так порыбачил, в принципе, неплохо, но жерех судак, мне это уже не важно. На этой рыбалке я чисто поехал сазана половить. Я его очень удачно половил, конечно, блин, давно мечтал о такой рыбалке. Клев был просто отменный, сами видели. Если так, даже по штукам считать, я даже не знаю, не считал. Ну, по видео, в принципе, можно пересчитать. Я думаю, штук 10 сазанчиков поймал, еще сходы были. Хочу вам сказать огромное спасибо за ваши комментарии, за ваши пожелания. Все читаю, спасибо вам огромное. Вам тоже всего хорошего, друзья. Пусть все будет. В следующий раз думаю поехать в одно место, которое я недавно нашел. На одной из прошлых рыбалок, вы видели, я вам показывал, как я снимался сазана прям возле берега. Плавала прям стая. Это место я случайно нашел. Я просто уже собрался, когда домой, думаю, не поеду домой, прокачусь по берегу, посмотрю берега, какие-то новые места, куда можно выехать на рыбалку потом в следующий раз. Походил, побродил, в общем, нарвался вот на такое место. Там обрывистый берег, люди там не встают. Ну, очень редко я там видел людей. В основном там никого не бывает, и поэтому, может быть, там вот так вот днем, в жару, сазана просто тьма была. Я пытался ему поплывочку кидать с червем. Другой насадки просто никакой у меня не осталось на тот момент. Было пару поклевок, ну, таких невнятных, но сазан так и не взял. Карасик клевал с воблой. И вот хочу именно в это место я целенаправленно выехать на денек, попробовать там расставить закидушки, посмотреть, как там этот сазан будет ловиться. Потому что его там просто немерено. Ну, я думаю, что утром и вечером, по крайней мере, он должен брать. Потому что вот он плавает, считай, его видно возле берега, прям стаями огромными. Там разных размеров, от маленьких до здоровых. Также там видел, что Амур плещется. Так что, думаю, Амурчик там может клюнуть. Думал поехать на Змееголова, но думаю, отложу этот выезд. Скатаюсь сперва туда, попробую сазанчика Амурчика этого половить в том месте. А уже потом, в следующий раз поеду тогда на Змееголова. Ну, все, в общем, планы рассказал. Ну, надеюсь, вам эта рыбалка понравилась. Я так отдохнул просто замечательно. Двое суток таскал сазанчика одного за одним. Классная рыбалка, в общем, получилась. Так что, вам тоже желаю таких же рыбалок. Пусть у вас получается. Ловите. И не забывайте мелочь отпускать. Потому что от нас с вами зависит, что мы будем в следующий раз ловить в своих водоемах. Ну, а я все. Домой. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.